Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение битвы на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5. Я играю за Швецию, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, всё-таки лучше начинать с самого начала, а если ссылку в верхнем правом углу не видели, то в описании. Ну а всем, кто смотрит с самого начала, приятного продолжения просмотра. Как я там? Странно. Ну и что? Ну, пророк у тебя и герат. Ну и всё, хана вам. Ну раз пророк, это серьёзно. Ну, зачем мне прибрать до Генната? Сам лучше как-нибудь там... Друзья. Ну ладно, 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 спасибо, спасибо. 77 голды в ход, это полка. Ха, 200 голды? Не хочу я ничего, бесплатно, пожалуйста, приходи, бей. Только по одному городу они, блин, чё, давай тебе, зачем? Ты тут давай не разжигай, это у меня национальную рознь. Ясно, Рим не нападает. Он просто тупо хочет, чтобы мы воевали. Ну окей. Я отступлю тогда. Буду просто держать проплывы и всё. Я бы сказал, пройдёт, но нет. Ну, просто американец настроил фрегатов. У него это достаточно, и всё, и сейчас он будет всё забирать. Какая-то, наверное, Женеву засоюзить. Хреново. Ну, к сожалению, вот такая у меня территория. Я не знаю, что тут можно было по-другому сделать. Я не знаю, чуваки сидят, просто парень улетает по всему, они сидят. Как... Всё очень плохо. Ну, отступай, блин. Нахрена, вот это Карфаген построил. Висим. Анатолий, ты тут? Ясно. Ну, отступай. Ну, отступай. Спасибо. 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 Анатолий, а где у вас война, я чуть не понял? Ну, на море. Ой. На мой режим, поэтому нет. А, прям наступает сильно? Прямо жмёт, что я не могу. Но ты не думай, я весь это и ты что-то что-то делать, это вот что-то я не делаю. Конечно, ты будешь дальше впереди. Не, ну... По анимографии. Вик, тебе легко говорить, как бы, да, там, человек в индустриализации. Мне как бы тоже знаешь. Да я тебе ничего не говорю, Таврус, что... Просто надо всем поуши ешь, и всё. Просто, может быть, там, с твоими слонами тоже, там, поможешь как-то... А, вижу. Блин. Мне кажется, вы, вы вдвоём, если нападёте по суше с двух сторон, это будет самое то. Таврус, я вам не может мне нападёте по суше с двух сторон. Ну, ему очень долго идти, мягко говоря. Перестал мы. Он трогал будет только в десять, наверное. Не, у меня есть армия, как бы, да... Вы понимаете, что я сейчас нахожусь в таком менте, что я на третьем месте по всему, и... Ну, чтобы кто-то из вас усиливался. Кто? Как я усилюсь? Объясни мне. Я пытаюсь человека застопорить, просто застопорить. В каком месте моё усиление будет? Таврус, как вот я могу усилиться? Посмотри демографию. Ему вообще эта война, как слону дробина. Он не потерял ничего. Он первый по науке, первый по производству, первый по всему в итоге. Давайте я буду один на один с ним воевать. В итоге он заберёт меня на море, и ему не будет вообще никаких соперников. А вы уже отстанетесь слишком сильно. Но вы давайте, сидите дальше, развивайтесь. Таврус, сделай на кнопку, пожалуйста. Простите, простите. Я... Окей, я понял, Рим. Не-не-не-не, это для торговли они пришли, для торговли. Подожди. Не быкует. Ну ты чё? Ты строишь ко мне дорогу, какая нахуй дорога для торговли? Я уберу сейчас это всё. Убирай. Сейчас, может, и ты войну объявишь? Не, ну я не знаю, как бы, ребят, если человек сам на меня агрится, что я могу сделать? Ну воюй, конечно. Ну блин, Рим, ты заберёшь его города. Да, мне эти города... Ты видишь карту? Как мне его города вообще могут помочь? Я просто предлагал ему договориться, он просто умоляет меня. Ты строишь ко мне дорогу в наглую, что мне понимать? Эта дорога давно готова к тебе. Я просто хотел с тобой договориться на какое-то долговременное, понимаешь? Попать договор... Не, а ещё чё, чё ты хочешь договориться? Рим, а зачем тебе договариваться? Он просто, видишь, он тупо сразу нападает. И он точно так же, он разберётся со мной, сразу нападёт на тебя. Он ни о чём не договаривается. Что за бред? Ну такой бред. Вот такой бред, прикинь. Как видишь, я даже твои города не обстрелял. Ты отбиваешься. Ну да, не смог. Вот именно что? Я не могу один. Ну, а чё один там? А мы вдвоём что-то сможем ему сделать? Сможем. Потому что он не может и на море, и на суше. И он как минимум будет отвлекаться. И я бы хотел, чтобы ещё Сиам объявил войну. Я не знаю, как бы, на что вы рассчитываете. Демография... В каком месте показывает демографию, что я тут на что-то претендую? А вот американец, он... Сиам, ты повтори сейчас ошибку. Сиам, ты... Сиам, ты повтори сейчас ту же ошибку, которая была с Россией. В той игре. Вот ты реально повторяешь шаг за шагом. А потом будешь говорить зря, я вот сейчас не напал. Сиам, ты тут вообще, или я в пустоту поговорил? Тут, 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 тут. Это самое. Ну, тут зависит всё от Тауруса. А чё от Тауруса? Чё от Тауруса? Я понятия не могу. Ты чё, не видишь, чё происходит? Что происходит? Ну, я воюю, как бы, да. Ну, Таурус воюет, как видишь. А Сиам нет, как бы. Он задаёт какие-то... Вот именно, что от тебя Сиам зависит. Сиам не может на меня напасть. Повторю ещё раз. Как мимо может войну тебе объявить, а потом идти славя. Во-вторых, у него каравеллы есть, чтобы тебя забрать. Почему-то я улечу, я не получаю твои города вообще. Где моя победа? Что я получаю с войны с тобой? Где моя выгода? То, что убирая меня, тебя никто, никто тебя не остановит. У Сиама есть города на море. У Карфагена есть города на море. У Рима города на море. У Рима на море. Просто заберёт города и всё. Ну, а в чём прикол-то? Меня просто заберёт, мне Муак-Суланг и всё. И что мне? Он не заберёт, у меня тоже есть флот. Понимаешь, он не может на три стороны разорваться. Я не буду разорваться на три стороны. Я буду бить по одному. По одному буду бить. По кому? Зачем разорваться на какие-то стороны? Максимальный ущерб одному. Ну, ребят, тут выбор либо такой, что он меня забирает, и он тогда точно победил. Я не знаю, в каком виде, как вам это непонятно. Как вы тогда его можете остановить? Либо вы его забираете при моей помощи с моря. И в каком виде тогда я побеждаю? Объясните мне. Блин, ты принимаешь людей за идиотов или за кого? Зачем это? Анатолий, ну сейчас вот эти вот... Мою номер два. Человек, конечно, вообще, походу не умеет общаться. Ну не знаю, я просто... Тут есть правда и твоя, и твоя по поводу развития. Но смотрите, ну, американец, я как бы готов замириться с тобой, но мне нужны гарантии, что... Окей, воюйте. Ну, там, продолжение такое, и я сейчас с тобой еще заключу это соглашение. Ой, блядь, соглашение. Леш, ну и что тогда я сделаю? Да, я не знаю, что делал вообще. Ну а что я сделал? Мне даже если с лонами плыть, это годов 10. Потому что надо высадиться на берег. Тут меня отделяется от него два... Это Иерусалим и Вильнюс. Анатолий, ну ты можешь там в ответ что-нибудь снимать. А, окей. Все, я тут подключусь, а то у меня эти обезьянки бегают. Ну, просто вот, просто люди просрали игру на ровном месте. Два человека, два человека может с двух сторон напасть. Чувак по всему первый. Ой, что в голове? Вот, у меня нету гуля. Бывает такое. Да. Американец. Раз уж мы такие, дружочки, пирожочки, может ты продашь мне уголь? Попозже, да, когда сам. А-а-а-а, хотя-хотя-хотя. Блин, нам надо было немножко еще повоевать. Слушай, мне не хватило 12 очков до генерала уголь, вот он. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на console.war.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Леша играет» для получения бонусов. У тебя есть уголь этот самый, карфаген, если что. Пока, правда, в неудобном месте. Да, у тебя есть и мугля. Ну, я не слежу, кто куда выходит. Я думал, ты не вышел еще. Ну, проплыл я пока тут контролирую. Вообще, надо бы, наверное, этот фрегат сюда. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Мама, верблюды. Прикольно, что Алмата дает верблюдам, да? Я уже забыл, где... Слушай, а где смотреть, какие юниты дают? А, понашел. Вот, видите, Camel Archer дает. Так, Женева надолго. Алматы, кстати, скоро закончится. Но это просто потому, что я туда не отправлял великого человека, а просто квест выполнил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще я мог попросить открытые границы. У Сямы у него лечится. 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 Если бы сейчас американец напал, он бы мне фрегаты почикал очень быстро. Ой, блин. Ты лечился? Спасибо. У Сямы у него лечится. У Сямы у него лечится. Я забыл. Так, ну тогда можно от Рима в принципе убирать их сукатай. Лечится. К себе посажу. Анатолий. Так что по поводу угля продаж? Я оставлю просто. Я оставлю просто. А ты когда можешь? В смысле? Ну я же сказал, что у меня в воскресенье 2 часа будет. Вечером я буду занят. То есть я могу в любой день. Просто в воскресенье вечером я скорее всего буду с 8 до 10 занят. А это не самое удачное время. То есть это скорее. Если вы готовы играть там до 8 и потом делать перерыв? Нет, у меня абсолютно. Я говорю, я могу в любой день. Тут уже от всех зависит. А в понедельник будет нормально. Я в отпуске, поэтому у меня там я могу подступать. Давайте лучше пораньше. Давайте может быть на 5. Утро? Нет, 5 утра мы охренеем. Нет, Аллос. Давайте. По хардкору чисто, да. Да, да. Такое я это самое. Я как раз подготовлюсь. Кофейку крепенького. Кофейку. 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 Ну там, конечно, конечно. Тут нормально. Нет, да не реально. Мы наверное уже хотим того, чтобы закачивать. Не, ну давайте сейф там на каком ходу сейф. Давайте на 135. Давайте на 135, да. Ну все готовы как бы в понедельник. Я готов. Да, да. Шесть. Ну, пять. Пять шесть. Только уже желательно в понедельник как бы доиграть. Потому что там уже не останется времени. Ну да. Это да. Сейчас, короче, подлый Таурус пойдет грузиться его. И все про всех будет знать. Вот и все. Чего? Здравствуй. Таурус? Ну Таурус, мне кажется, Таурус сейчас будет грузить сейлы. Ты что, вообще что ли там? Мне делать больше нечего, как грузить чьи-то сейлы. А вот то, что ты говоришь о таком, это, конечно, смущает. То есть ты об этом думаешь? Вообще да. Не знаю, я могу тебе все рассказать про тебя в этой игре и про всех. Ну, что, какие секреты у тебя есть? Да никаких, все нормально. Я даже не знаю. Единственное, чего я не знаю, на что рассчитываешь ты в этой игре. Какая-то... Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Почему ты не вмешался в войну? Ну, я пока не последний по науке. А что, если был бы последний, то вмешался бы? Да нет. Причем здесь? Ну, я просто до него не дошел бы. Дошел бы там, ну а что? Если ты внимательно посмотришь на карту, если она в этих ваших разделах, ты поймешь, что наука для того, кто сейчас по проценту на последнем месте, это очень большая проблема. Невозможно. Невозможно. Есть проблема посерьезнее. Ну, культура, например, недостаточно высокая. Ну, я могу вам так сказать, я в прошлой игре занял второе место просто потому, что не смог добить шведа, который выиграл дипломатией, понимаете? У него была столь на 250, и я просто ничего не смог с ним сделать. Да, да, защита 250. У меня стелсы просто падали, понимаешь? Потому что там все падало, а его РСЗО, вернее, РСЗО, да, которому можно было, единственное, там, город опускать, он убивал своими стелсами. А так как у меня было три его дипла победы шесть ходов, я должен был его убить, поверьте, это еще то вообще удовольствие. Ну и он нафиг. Поэтому я сейчас и не вмешался по поводу двойной. Ну, потому что два лидера, да? Да, да, да. Они оба на воде, пусть они разбираются, я сижу, у меня вроде все нормально там, Анатолий вроде понимает. Ну, в этом плане я согласен, я, Анатолий, ничем не помог, только если я вот со всеми трежусь, как бы, да, это да. Вот, я никому в три дня отказываю, поэтому я тоже таков не буду. Ну, да, а что? Тебе бы поработать с ДГшками все-таки? Ну, я работаю, я с семьи друг. Вообще да. Видите, Швеция свободу принимает, поэтому это дело такое. Ну, ладно, что, давайте тогда сохраняем. Тогда сейчас... Давайте, может, на следующий ход, чтобы, если кто-то принимает сейчас идеологию... А, ну, ну, давай, давай. Ну, я, я не на следующий ход. Не, ну, они в один ход, видишь, приняли, чтобы никто никого не обогнал. А, в этом плане, ну, давайте на следующий, да, потому что... А, чтобы кто-то не прикликал, ну, давайте. Да, да, да. Согласен. Так. Ничего себе... Как классно, а вы взяли вообще. Ну, я правда не думаю, что Америка хотела свободу. Ну, механизм, механизм явно надо. Тут молотки раскачивать. Анатолий. Давай вот так вот. Ну, это, короче, знаете, какой черный и белый, вот такие две противоположности, вот Анатолий и Леша, вот. Свобода, порядок тут, все. Ага, ага, ага. Ну, че? И будет судья, короче, судья, такая. Ну, такие Таурус, потому что ты посередине, у тебя такой еще цвет такой, такой немножко... Да, да, да. С оттеночком красненьким таким, да. Ну, и вообще я люблю это дело, знаешь. Да, конечно, конечно. А, Рим, скорее всего, в автократе, да. Ну, я помню Таурус, он, в принципе, любит там танчики, танчики, Валентуй. Таурус. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да ладно, ладно, ты че? Слушай, что ли? Да ты че-то, ну, я поставлю город, пойду там куда-нибудь. Нет, подожди, а хоть я тебе в Союзе, по-моему, нет? А, это что? Нет, там у Шведа, да. Ну, я вот Шведа куплю тоже че-то. Эх, ты. Сейчас реально, ну, страшно стало. Этот ход заходим, потому что вы приняли диалоги. У вас... Следующий ход, следующий ход. Нет, на следующий, нет, следующий, следующий. Ну, чтобы вас просто не прикикали, просто чтобы все честно было. Ну, да. Не, ну, слушайте, мне кажется, эта игра еще... Ну, как бы она сейчас немножко скучновато развивалась, но мне, кажется, вторая часть будет поинтереснее. Я думаю, да. Потому что, ну, там, у Алексея все хорошо, у Америки все прекрасно, у меня все нормально. Слушай, я не понимаю, почему вы все говорите, что... Ну, откройте демограмму. Ну, в каком месте у меня все хорошо? Ну, Алексей, ну... Слушай, ну, ты взял чудеса очень нужные, очень нужные и очень... Да, и я буду сейчас с каждым ходом все хуже и хуже тупо, потому что у меня нету клеток для обработки. Потому что у меня города на море стоят, вот эта вот вся фигня. А у американца все, все, все города обрабатываются. У него даже те города, которые на море, лучше, чем мои на море. И в чем... В этом же сила свободная. Я пытаюсь вас убедить в том, что чувак сейчас просто сметет. Это последний шанс как бы его захватить. Ну, вперед. Вот, я уже ничем не смогу помочь в данной ситуации. Не, ну, тебе на его гатлинге... Тебе и не нужно. Зачем тебе помогать? Я не готов. Как это не нужно? Чтобы он тебя снес и все, и типа радостно сидел? Очень жестко, жестко. Блин, точно. Че ж не подумать, да? Ну ладно. Я думаю, хватит. Так, ну я вошел. Че вообще было? Так. Так, Люста, ты не завершай, сейчас пока давай подумаем, там если что откатим. Так, 100 золота с каждого я не завершаю. С террористами переговоров не ведем. Все, тогда завершаю. Поднимите в билюшон. Поднимите в билюшон. Кстати, а вы посмотрели у Карфагена, как все кучеряло? Я просто поставил половину производства на деньги. Ну, 140 голды. Ну, я знал, я знал, что мои города будет много давать, но настолько же. Это еще посмотри, какая религия основная на материке. Ну, короче, короче, я вас понял, пацаны. Вы какие-то, че-то... Ну, Анатолий, должна быть Варик какая-то интрига, понимаешь? А не только тебе там одному. Я в этой игре пока не выйду. Ну, у тебя все шансы? Ну, шансы есть. У всех шансы есть, только я вот, ну, пока не еще понимаю, что ты делаешь, но... Так у всех шансов. Что я делаю? Сижу в домике, строю, что я делаю. А, это у меня тут мне дали. Я уже и забыл про эту. Я уже и забыл про эту. Коняшку. Так, что у меня тут еще не обработано? Там уже, что будем быть. Ты сушитель, куда находишь? Хочешь, ты продам уголь? Что еще раз? Я хочу продам уголь. Что еще есть? Разве? Ну, что, аналитики, пожалуйста, откатите ребят. А, я уже свободу принял. Зачем Тарус? Ну, я не успел походить, я смотрю, что здесь происходит. Блин. Ну, ты сам откатил бы что-то. Проблема откатил бы. Я просто не могу понять, я понял идеологию, нет. Мы приняли только шведо-американец. Ну, мы приняли потом ход следующий и вот сейчас. Я продаю уголь, если ты не забыл. У меня есть. Я тебе его продаю, поэтому у тебя есть. А, ты мне продал уголь, да? Да. Ты помнишь, что дальше дружба-то, надеюсь? Так этот... Не, ну, я помню, да. Я просто не пойму, почему твои арбалетики как-то двигаются. А ты что? Слушай, ты попросил откатить, я откатил. А, я понял. Это... Да, я хотел с тобой обсудить, то мы с тобой вообще друзья, да? Ну, я сколько походу. Конечно. Все, давай. Я вам с тобой друзья. Да. А что мы с тобой воем, что ли? Я просто больше твой возьму, чтобы сократить. Все, я в принципе закончил. Ну, все, я заканчиваю ход. Да, да, да. О, кстати, а что там по поводу еще этих научных договоров? Их же нельзя еще. Да, по две штуки. Можно просто по две штуки. Да, но только посмотреть бы, какие уже заключены. В истории, в истории сделать. У меня ни одного научного нет. А, нет, есть с Халецким. Вы заключили Сиам с Халецким и Карпаген с Халецким. То есть, Леш, если ты не завершаться, то ты не можешь. Я понял. И мы с тобой тоже один заключили, по-моему. Да. Сиам Гу за мой договор. Нет, пока рано. Пока рано. В самый раз. Сейчас мне один, пускай сейчас я один использую, потом... Ну ладно. А вот мы с тобой, Анатолий, тоже заключили, вот первый. Скучили, да? Да, да. Окей. Я думаю, это под конец было, поэтому я несколько вопрос помню. Поэтому мы с тобой в засос тут. А что будешь брать-то? Ну, что я буду брать-то? Ну, что я буду брать-то? Что-то глупый вопрос. В автокрайке он же сам говорил. Где? Идеологию. Так я не сообразил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Здесь между ним американец опасный и швед не менее опасный. Да я никуда не буду ехать, ребят, успокойтесь. Я сижу все в четыре города там, посасываю. В римских пенделяках. Четыре города с тремя под горой. Ну, посасывай ведь. Три города под горой, джунгли. Джунгли просто дохренища, блин. И вообще. У тебя все нормально. У тебя очень хорошо. У тебя гору, у тебя науки даже нет. Апать, это ничего. Что-то я так посмотрел, на самом деле у всех есть шансы. Такие прям. И у Карфагена, и у Леши понятно там. Тауруса. Леша у нас всех убьет. Да что-нибудь. Так он уже идёт. Да, скорее всего. Скорее всего. В смысле, Рэйвен убью в игре или вообще в принципе? Ты там и там. Инфосовка, да? Естественно. Шведские лучники на колеснике. Ужас. Здорово. А где шведские лучники на колесницах? Может поставил на разведку, а они прибежали? Рэйвен живёт себе. Ну там у Карфагена то денег будет теперь. Дофига. Да блях. Да блях. Да блях. Да блях. да ладно мало денег чё ты теперь пришло выполнять мочи сделки он нас всех будет покупать знаешь такой типа давайте дам тысячу чтобы ты напал на кого-то что эти не собираешься нападать это это исследование ну это вообще ничего не видел что именно я говорим об этом спрашиваю так кто украл а те не показывает пишет слоник на рисунку беленький я хочу услышать наглый голос чего ты хочешь? наглый голос это ты слышишь хочешь? это у кого не понял украл у Рима или у Америки? у Рима тогда все плохо слушайте о чём мы лагать стали реально что-то вот в игре всё так как-то медленно ходит на мою помощь в чём? ну если я пойду тебе поможешь ли что? помогу конечно честно? ну конечно будет зависеть от ситуации в смысле в какой я тогда буду на корабле кораблями плывёт ты там прикроешься что ли? кто? Рим Рим на тебя кораблями поплывёт кто его знает? видишь как он мягается из-за Биг Бена я к словам вообще а у него только Антюм на воде блин если Рим попадёт на тебя фрегатами я не буду тебе помогать я чисто поржать останусь как бы просто да чисто поржать пацаны всё таки пора заняться мне флором однозначно всё уже поздно ну хотя бы там 1-2 фрегата построить ну это да не мешало бы 1-2 тебе тут не помогут помогут ими жизнь пастут Лёш, пошли убьём карфаген я думаю нам хватит корабликов не хватит в смысле так у него один город на море только а у него карфаген на море? да столица только столица у него на море и всё а чё он выше город? а там же выше город вроде нет? блин там голые пустыни зачем скажи мне пожалуйста ну ладно ну вроде карманы люкса и вправду гениаль кстати могу и же мне же хватает счастья чтобы поставить ещё один город спасибо что напомнили ребят с б ну кто химедзи построил пока раз можно поставлю и покидай караванчики карфаген стикстинку ещё никто не построил тебе оставили ой спасибо большое так обо мне заботитесь у меня их блюд есть арабский да рубли какие-то ещё виды в этой игре а нет я перепутал что слоны тут слонов много а я перепутал с этими с рыблюдами тогда вопрос оставляйте тогда вопрос оставляйте ну ты ты вообще-то убил мою коляску когда я ходил и сказал что будешь воевать со мной теперь всё а да точно зарублю до конца я забыл что-то случилось ну что-то случилось и мы воюем я напомню почему ты не воюешь потому что ты сказал что он ворвается ты будешь его убивать пока он нет ну это я это я говорил чтобы и вы что-то предприняли а так как вы ничего не предпринимаете то я могу тебе деньги кинуть если ты хочешь кинь я что отказываться буду может быть ты гордый ну ну Лёш меня немножко напрягает твой фрегат конечно который стоит за карфагена так у нас же открытые границы он не стоит я плаваю там исследую территорию смотришь ищешь позиции для обстрела да я и так твой карфаген уже видел за счёт шпиона полностью чё мне то есть мне нужно поплавать именно так как и ты за мной а на злоимно точно ну смотри какая демография это красивая беру 2 блин а мне бы теперь инженера я поселенцы потерял здорово а я его не строил даже я на самом деле думал что карфаген взял свободу а вид с автократией но всё это как то не свобода боже мой у меня очень мало специалистов на самом деле думал что сиам возьмут автократию пойдёт на меня вот поэтому вообще взял порядок а полет помогает с автократией чё-что полет помогает отечественная война ну отечественная война да и пятилетний план чуть увеличит промку автократ заход закупает шесть истребителей в этих бомбардировщиков там особо ничего там можно у нас вообще хоть кто-то вышел бомбардировщики ещё не я просто говорю я вообще говорю а тогда вообще ну ладно ты же не автократ у нас ты же человек умный ты не станешь бартифтократию ты же сообразительный как Таурус ты понял что он протягивает вообще что он тебя оскорбляет я оскорбляю то что он умный человек сейчас баскорблять билина карандаш Таурус честно говоря вообще плевать что он там несёт он тебя уже на карандаше видит конечно он бигбан поставил он забыл охоту до меня Таурус его на карандаше вертит ну окей давайте никто не будет никого вертеть а то это зайдёт не туда куда надо уже зашло уже зашло ведь меня напугали уже вы понимаете это тимиде что это да? тимиде у меня карфагена а ну я развиваю паранойю просто отстаньте я уже знаю что я люблю это делать контрастный форт ты строишь? хочу построить да а что? просто интересуюсь вот сейчас я буду строить ну блин он даёт одну очку учёного как не построить он даёт одну очку учёного а вот это я не знал что он на чём надеёт сям убил твоего шпиона моего а сям ну да не страшлось ну извиняй или что ещё забыл добавить себе случайно ну тут как бы убийство шпионов по-любому случайно ну это выглядело бы немножко забавнее бы сказал я случайно то есть звучало бы так ну чё алюминий у меня нету здорово вот у Сиднея есть три штуки а укахоки я утопрение открыл у меня эти возле карфагена фермы были на голой пустыне ага ну тебя можно понять ну хоть кто-то я понимаю плантации у меня много плантации у меня много это это что я видела gradually она это в � Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...